Привет! И сегодня у нас обзор очень точной копии армейского грузовика. И это игрушка на радиоуправлении. Пульт выглядит вот таким вот образом. Газ вперед-назад и повороты. Управление скоростью прямо пропорциональное. То есть я немножко даю газ, и машина легенько едет. Если я дам больше, то и машина едет быстрее. Повороты же машины не прямо пропорциональные. То есть там стоит просто двигатель, и у него есть крайнее положение. Вот если бы там стоял сервопривод, было бы прямо пропорциональное управление поворотами. Что же под капотом? Под капотом аккумулятор. На 6 вольт 700 мА. Хватает его на около 25 минут езды. Это прилично. Заряжается он полностью чуть меньше часа. Фары работают постоянно при включенном питании. Давайте проверим амортизацию. То есть амортизация у машины неплохая. Она достаточно будет проходимая. Также вот сами колеса мягкие. В машине применяется дуговой амортизатор. При движении вращаются все 4 колеса. За счет карданных передач. Двигатель находится вот здесь. А двигатель, который отвечает за повороты, он там. Тремирование поворотов происходит за счет перемещения от этого белого рычажка. Это хорошая копия военной машины. Потому что вот посмотрите, даже вот эти винты на мосту, они... Ну это муляж. Но они сделаны очень так хорошо. Сразу не скажешь, что муляж. Хочется их покрутить. Внутри шестеренки везде пластиковые. Есть такие вот щели. То есть если кататься по песку какому-то, по воде, то обязательно сюда попадет, соответственно, или песок, или вода. И после таких грязных катаний необходимо разбирать шестеренки. Вернее, разбирать редуктора, доставать эти шестеренки и все там вычищать. Потому как пластиковые шестеренки износятся менее чем за полгода. Но скажу в том числе. И вот эти пластиковые шестеренки, они уменьшают цену. То есть цена этой машинки чуть ниже 40 долларов. И вот посмотрите, как работает она снизу. А приходит эта посылка в такой вот, как бы деревянной коробке. Дальность действия радиоаппаратуры 35 метров. А максимальная скорость машинки это 10 километров в час. Зарядные машинки выглядят вот таким вот образом. Удобно. Достаем аккумулятор, подключаем, вставляем USB и заряжается. Во время заряда здесь светится красный светодиод. Когда аккумуляторы заряжены, он гаснет. Теперь посмотрим, как машинка справится с препятствием высотой 20 сантиметров. Легко. Причем и вперед, и назад. Теперь посмотрим на прерывчатые препятствия. Легко. Теперь ступенчатые препятствия. Легко. И посмотрите, как работает поворотная система. Грузоподъемность машинки 3 килограмма. Итак, вот 2,3 килограмма. Сейчас проверим. А вот 1,2. То есть будет 3,5. И что она нам скажет? Итак, попытка номер 2. В принципе видно, что машинка по ровной дороге может тащить 3,5 килограмма. Ну и по разбитой дороге она также это сможет делать. Правда, нужно хорошо закрепить груз, потому что он может просто-напросто вылетать с нее. Включение. 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 Лучшего соотношения цена-качество в машинках я пока не встречал Очень точная копия И напоминаю, что это копия машинки 1 к 16 масштаб В одном из следующих видео мы начнем собирать машинку, масштаб которой 1 к 10 Это уже машинка будет больше раза в 1,5-2 и соответственно мощнее Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее До новых встреч!